Диего Бланко Но он не должен был забывать о нашей свадьбе Ведь сначала поженимся мы Столько всего нужно организовать Праздник, обсудить, сколько будет гостей Место празднования Место проведения медового месяца Если этот старик так себя ведет, ничего у вас не получится Призовите его к порядку Иначе к дню свадьбы у вас ничего не будет готово Сегодня я была у Хиновева, чтобы снять мерки Но Лаурентину не появился Я хотела обсудить с ним модель платья Но, конечно, его беспокоит, в каком платье будет блистать его иллюмина Дита Юдит, вам придется быть понастойчивее, иначе все покатится к чертям Мама, нам пора Мы опаздываем Куда это вы идете? Да, мой подружка, у нас встреча с Фабиту Нам нужно обсудить с ним важные финансовые вопросы Ладно, до свидания И пожестче с этим стариком Я думала, он зайдет ко мне хоть ненадолго Но он даже не позвонил, и я не знаю, где он РТИ Колумбия представляет Телевизионный многосерийный фильм «Вдова Бланка» По мотивам произведения Хулио Хименеса В фильме снимались Асвальдо Риос Мария Елена Дорин Консуэла Лусардо Синтия Рисия Альваро Байона Анна Мария Ойос Леонор Гонсалес Мина Юлио Дельмар Матео Рудос Сантьяго Рудос Герардо Калеро Даняэль Алиса Анна Моника Сандра Перес Автор сценария Хавьер Карло Композитор Мигель Донервайз Оператор Сезар Контрелос Продюсер Хуго Леон Феррер Режиссер Аурелио Валькарсель Карол Алисия Алисия Позвольте мне поговорить с вами, пожалуйста Умоляю вас Входите Не думайте, что я хочу продолжить ссору Наоборот, мне бы хотелось поговорить спокойно Вы уже сказали то, что должны были сказать О чем еще можно говорить? Алисия, пожалуйста, не обращайте внимания на мою вспышку Я говорила, не думая О вас Я прошу простить меня И оставьте меня наедине с вашей мамой Чтобы уладить эту неприятную ситуацию Дети Идите в свою комнату Пожалуйста Признаю, я вела себя плохо с вами Но я сделала это с намерением добиться сближения А добилась обратного Мы с вами должны понять, что нас разделяет Когда-то между нами было соперничество Нас интересовал один и тот же мужчина Но эта ситуация изменилась Хватит смотреть друг на друга врагами Вы смирились, у вас есть муж И я уверена, что вы останетесь на своем месте, сохранив достоинство Я буду вам благодарна Вы сумели обуздать свое чувство к человеку О котором вы не должны даже мечтать Алисия, я люблю Люблю его так же, как любили вы Когда собирались выйти за него замуж И клянусь этой любовью Я сделаю его счастливым Как могли бы сделать вы Алисия, пожалуйста, не отталкивайте меня Мы должны научиться понимать друг друга И я все сделаю Потому что восхищаюсь вами Я не такая плохая, как думаете вы и ваши дети Алисия Клянусь Я сделаю Диего счастливым Я стану для него лучшей женой на свете Обещаю Лучшей женой Они исчадье дьявола Самые порочные дети на свете В этих детей проник сам дьявол Не знаю, как я смогла удержаться и не дать им по затрещине Перед матерью и бабушкой Они заслуживают хорошей взбучки Они должны научиться уважать людей И должны знать свое место Иллюмина, да пожалуйста, постарайся успокоиться Разве тебе недостаточно того, что ты сказала им, Алисии, Гвардиоле? Мы чуть не стали врагами с Донией Префекта из-за этого скандала Мне пришлось притворяться и просить прощения, чтобы все не пошло на смарку Конечно, я заставила Алисию почувствовать, что она не имеет права ни на что Даже на ненависть Тебе недостаточно того, чего ты добилась Зачем еще издеваться над ней? Я ее не люблю И рад, что ты ее унижаешь Так же, как она унижала нас Но в данный момент это нецелесообразно Сегодня я понял, что ты перехлестываешь, используя любой предлог Да, произошло нечто невероятное, но не можем утверждать, что это сделали дети Ты что ты? Папа, тебе кажется нормальным, что в этом доме все на меня падает? Не будь таким глупым, папочка, это проделки этих проклятых мальчишек Я не знаю, как они это делают, но это они виноваты Иллюминат, эти дети не волшебники, которые могут передвигать предметы на расстоянии Они не волшебники, папа, они дьяволы Но скоро я ими займусь Я отыграюсь за все свои огорчения По их вине Не можешь заснуть? Как и ты Мы дали маху дуван Мы плохо поступили Я тоже так думаю Мы должны терпеть эту дуру иллюминату Мы ничего не добьемся, только заставим маму страдать Еще больше Да, маме приходится вступаться за нас Придется терпеть эту идиотку Все еще не могу поверить, что она выйдет замуж за дядю Диего Это несправедливо Рано или поздно дядя Диего раскается в этом Давай попробуем угадать, что произойдет с ним и с Иллюминатой Давай угадаем, дуван Почему бы не попытаться? Почему бы не попытаться? Ты что еще придумал? Иногда нам удавалось увидеть будущее Давай попробуем сейчас Пожалуйста, не начинай, я не хочу Мы ничего не теряем Нужно только сконцентрироваться и все Мне не нравится концентрироваться У меня болит голова, я устаю Потом это опасно Мама и бабушка нас предупреждали Ну подумаешь, головная боль Если мы сможем предотвратить несчастье Речь идет о дяде Диего Тебя не волнует, что может произойти, если они поженятся? Конечно волнует Ты же знаешь, как я люблю дядю Диего Вставай, пойдем на чердак Только не на чердак Там так холодно Разве нельзя здесь? Там будет спокойнее, и никто ничего не узнает Идем, старик Не ленись Это не лень, а страх Так ты еще и трус? Идем Это же для блага всех Старик, иди он Если нас здесь застанут, нам здорово попадет Бояться нечего Все уже спят, и никто ничего не узнает А что мы сделаем, чтобы угадать будущее? Как эти великие маги, которые все знают Ты знаешь что? Возьмемся за руки, закроем глаза И будем спокойны, пока не начнем засыпать Мы будем спокойны, Диван Очень спокойны Я пытаюсь Помни, нужно думать о будущем Я могу думать о вещах О человеке Но как можно думать о будущем? Думай о том, что может произойти с дядей Диего, с мамой, с иллюминатой Это трудно Когда я думаю о многом, то не могу быть спокойным Сконцентрируйся, головастик Я знаю, ты можешь Это тяжело Но возможно Ты дрожишь Не нервничай Это от холода Мне очень холодно Вот сейчас все и начнется Когда чувствуешь холод Сильный холод Ты что-нибудь видишь? Нет Я ничего не вижу Только темноту Очень темно Я начинаю видеть человека Он лежит на кровати Это мужчина? Нет Не мужчина Это женщина Она очень страдает Ты ее видишь? Это женщина Не молодая Она больна И очень страдает У нее холодные руки И холодное тело Она дрожит Но я не видела ее раньше Кто это может быть? Почему мы видим ее сейчас? Она не одна, Филиппе Рядом с ней кто-то есть Трое мужчин Они мне не нравятся Я вижу их тени И чувствую, что они очень плохие люди Что происходит с этой синьорой? Не знаю У нее нет сил И она Думает о нашей маме А почему она не думает? Наверное, она имеет к ней Отношение И к нам тоже Я хочу увидеть ее лицо Хочу увидеть ее лицо Алисия Алисия Дочка Господи Кто меня звал? Мама, ты сказала Что если нам приснится необычный сон То мы можем рассказать о нем тебе Или бабушке Сегодня нам приснился необычный сон И он нас беспокоит Вас должны больше беспокоить ваши жизни А не ваши сны и фантазии Дети В последнее время у вас плохое настроение И мы должны поговорить об этом Мама Позволь тебе рассказать, что мы видели Мы уверены, это имеет отношение к тебе Ладно О чем речь? Мы видели синьору, которую мы не знаем Но которая знает тебя Не понимаю Она очень сильно страдает Она больна И умирает Почему вы все еще здесь? Вы должны быть по дороге в колледж Они очень переживают Из-за сна или видения Ради бога, дети Вы нервничаете Из-за того, что произошло Почему бы вам не успокоиться? Дуня Перфекта Пусть они расскажут свой сон Или они никогда не уйдут в колледж Мы видели синьору На кровати Она дрожала И называла твое имя Это просто сон Нет, бабушка Это не сон Мы видели его одновременно Дети А какой была эта синьора? Вы можете описать Мы плохо ее видели Но она старше тебя Да Она звала тебя Она тебя знает Потому что повторяла твое имя Несколько раз Это твоя родственница А значит и наша тоже Ее можно назвать бабушкой Моя мама Может это моя мама Не знаю, что с этими детьми Но у них есть нечто странное И дело не в том, что они так похожи Здесь нечто другое О ком вы говорите, Дон Хуслир? О близнецах Бланко Они прошли по улице? По направлению к колледжу Как, впрочем, каждый день Шли очень серьезно И как будто они не дети А взрослые У которых полно проблем Конечно, принимая во внимание То, что происходит в их доме Они не могут быть нормальными Не говорите так о них Они славные дети Мне бы хотелось, чтобы все дети Были такие же, как они Не зря Дон Хустинито любят их Как своих собственных внучат У дяди Хустина есть только один родственник Я Остальные, кто вертится вокруг него Не имеют к нему никакого отношения Хоть и пытаются завоевать его расположение Хорошо, что они сюда не приходят Было бы неплохо, если бы они его навестили Дон Хустинито обрадовался бы Я думаю, иначе И пусть бы его больше не беспокоили Ни они, ни эта сеньора, их мать Где дядя? Закрылся в своей комнате Чтобы никто ему не мешал Дядя Хустина, открой на минутку Нужно, чтобы ты подписал список расходов по отелю Подпишу позже А сейчас не мешай мне Я хочу побыть один, понятно? И посему Все мое состояние Переходит К сеньоре Алисии Гвардиоле Бланко Не думайте о том, что сказали дети Вы же знаете, нельзя верить всему, что они говорят Иногда им снятся странные сны Дело в том, что меня это беспокоит, Доня Перфекта Вечером я много думала о маме У меня такое чувство, что я тоже видела ее во сне Но сейчас я уже не помню Мы все нервничаем из-за иллюмината Будет лучше, если Амадор не узнает о вчерашней ссоре Это все равно, что подбросить дров в костер Дети уже ушли? Да, конечно, наверное, они уже в колледже И, как всегда, даже не попрощались со мной Напоминаете им, что я существую Ну, как дела на ковровой фабрике? Хорошо, все хорошо Отлично Возможно, сегодня я зайду туда Мы обсудим несколько вопросов Мне бы хотелось, чтобы мы чаще разговаривали Пусть даже о работе Что скажешь, Алисия? Можешь приходить, когда захочешь, Амадор Синьора Алисия, вам телеграмма Телеграмма? Кто ее мог прислать? Может, какое-то срочное дело на фабрике Не с фабрики? Нет, синьора Речь идет о моей маме Она умирает Алисия Подождите, Алисия Алисия Все оказалось правдой Дети еще ночью узнали об этом Они видели во сне мою маму Может быть и правда, но ничего не говорите Не упоминайте детей Прошу вас Доня Перфекта Моя мать умирает Вы никогда не говорили мне о ней Я чувствовала, что потеряла ее Она не хотела знать меня Почему же она прислала вам телеграмму? Как узнала ваш адрес? Каким-то образом узнала либо она, либо ее муж? Я не знаю, что делать, Доня Перфекта Я не знаю, что делать Да, работники сказали правду Вчера вечером Валерия Сандовал была здесь сразу после твоего отъезда Эта проклятая женщина очень опасна Когда она поймет, что ей нечего делать в усадьбе Что она тебе сказала? Сказала что-то плохое обо мне? Ты же знаешь, она меня ненавидит, Диего Не переживай, Алюмина, да Хотя, да, она хотела клеветать тебя Что она сказала? Ничего, у нее не было возможности что-то сказать Приехал ее отец и силу увел ее домой Диего, пожалуйста, ничего от меня не скрывай Мне нужно все знать Эта женщина попытается снова напасть на меня Я уверена, она способна на все Особенно сейчас, когда я выхожу за тебя замуж Пусть выдумывает, что хочет, Алюмина, да Она ничего не добьется Синьор Сандовал увез ее подальше отсюда Думаю, к ее тете Сегодня утром я говорил с Керубиной Он меня заверил, что Валерия больше нас не побеспокоит Сколько проблем Если не здесь, так в доме Донни Перфекты У меня снова был конфликт с твоими племянниками Алюмина, да Прошу тебя, не пытайся настраивать меня против них Тебе это не удастся Я люблю Филиппа и Дувана, как будто они мои родные сыновья Пойми это Я тоже их люблю Но как бы я ни старалась сблизиться с ними Они меня не принимают Я даже поговорила с Алисией Ведь я хочу одного, чтобы мы все жили в мире Клянусь, Диего Клянусь Алисия, прошу тебя, не огорчайся Все это время ты спокойно жила вдали от матери Зачем нервничать сейчас из-за этой злосчастной телеграммы Которая в недобрый час пришла в этот дом Амадор, пойми Несмотря на отношения между ними Она мать Алисии Это все равно, если бы ты узнал, что я при смерти И тебя это не взволновало Это разные вещи, мама Что ты знаешь о матери Алисии? Она лишена родительских чувств и ничего для нее не сделала Когда мы с Алисией поженились, она от нее отвернулась И даже когда Алисия оказалась в тюрьме, она ее даже не навестила Ее беспокоили муж и его дети И все Это так или не так, Алисия? Это так Тогда забудь об этой злосчастной телеграмме Потому что если она не беспокоилась о тебе, когда нужна была Ты тоже не беспокойся о ней Она умирает, но и пусть Она не одна, а рядом с ней люди, которым она отдала предпочтение Ты не знаешь, что говоришь, Амадор Как бы она ни поступила со мной Она моя мать, и это самое главное Раз она решилась прислать телеграмму Значит, я ей нужна, и я поеду Ты собираешься поехать к ней, Алисия? Сегодня же я еду в столицу, Амадор Оставишь фабрику и все дела, чтобы побежать к этой неблагодарной? Ради бога Не делай глупостей Замолчи, Амадор Для Алисии самое главное – ее мать У этой синьоры есть муж и его дети Алисии не нужно? Она поедет к ней Поедет Не беспокойся, Алисия Кто-нибудь подменит тебя на фабрике И кто же ее заменит? Ты? Неужели ты займешься фабрикой после того, как столько времени была в стороне дел? Нет, я тоже еду Я буду сопровождать Алисию Нет, Доня Перфекта Вы не можете оставить дом А вы не можете поехать одна Я вам нужна, Алисия Доня Перфекта Пожалуйста, идемте со мной Мне нужно поговорить Почему бы вам не поговорить при мне? Что у нас за секреты? Мне это не нравится Совсем не нравится Хотя, если хорошенько подумать Меня устраивает Если они уедут Тогда у меня будут Развязаны руки Почему нет? Может, нам не стоит переживать Скорее всего, это был просто сон Вот и все Ты же знаешь, это не так Хоть мама и бабушка не придали этому значения Даже если это и правда У мамы достаточно проблем Зачем огорчать ее еще больше? Мы не должны были ей говорить Ты прав, не нужно было ничего говорить Кроме того, мы не знаем, кто это сеньора Мы хотели не этого Мы пытались выяснить другое Но ничего не вышло Я вам очень благодарна Но, поймите, вы не можете оставить детей одних Дети не однялись Здесь будут Тереса, Эрмелинда и их отец Они о них позаботятся Я не доверяю Мадору Мне не нравится, как он с ними обращается Не думаю, что Амадор будет их обижать В конце концов, он их отец Я знаю, что он их любит И в такой момент Я больше нужна вам, чем им Нет, Доня Перфекта, нет Я вам нужна, Алисе Если ваши отношения с матерью и отчимом были не лучшими Вы не можете появиться перед ними одна После стольких лет Вам нужен кто-то, кто бы поддержал вас И этим человеком Могу быть только я Я Которая стольким вам обязана Я должна быть рядом с вами, когда вы оказались в такой ситуации Я не могу оставить детей с Амадором Но вы не знаете, что вас ждет Алисе Вы не можете поехать одна Позвольте мне сопровождать вас Я чувствую, что буду нужна вам Я в этом уверена С Алисей и Гвардиолой случилось что-то серьезное Потому что она не вышла утром на работу Появилась ненадолго днем, очень нервничала Сказала, что будет отсутствовать несколько дней Отсутствовать? Как это? Она не стала ничего объяснять Но, похоже, ей нужно уехать Кто знает, что у нее за дела вдали отсюда Мне это кажется странным Она не может просто так оставить своих детей и фабрику Хуже всего, что эта несчастная не упускает возможности унизить меня На этот раз она оставила фабрику не мне другому Как будто она хозяйкой может делать все, что ей заблагорассудится Это не должно тебя волновать, папочка Скоро ты оставишь эту грязную фабрику совсем Даже если так, меня это волнует Потому что я самый подходящий человек, чтобы руководить фабрикой Но она поручила это Алирио Менесесу А ты знаешь, что такое Алирио Менесес? Алирио Менесес простой словущий Все, папа, оставь все как есть Это даже лучше, что тебя обошли Что не делается все к лучшему Какие же у нее дела? Куда она поехала? Мне бы хотелось знать Значит, это правда? Мы сказали правду, мама Да, дети Ваш сон оказался верным Как только вы ушли в колледж, я получила телеграмму, в которой говорила, что моя мама в тяжелом состоянии и хочет увидеть меня Твоя мама? Значит, наша вторая бабушка? Да, родные Поэтому вашей маме придется сегодня же уехать в столицу Она только ждала вас, чтобы проститься Как же так? А мы не поедем? Мы должны поехать, потому что она наша бабушка Вы должны поехать Мы никогда ее не видели и хотим познакомиться Это невозможно Вы должны остаться здесь и продолжать учебу Обещайте, что вы будете хорошо себя вести и во всем слушаться Донью Перфекту Как это? Бабушка не поедет с тобой? Ты поедешь одна? Да Ваша мама решила поехать одна И хоть я ее убеждала, что должна поехать с ней Она не хочет оставлять вас одних У меня одни здесь Тереза, Эрмелинда Они о нас позаботятся И, конечно, папа Мне жаль, дети Но я не могу оставить вас Со мной ничего не случится, если я поеду одна Ты этого не знаешь Бабушка, не позволяй ей С ней что-нибудь случится Вторая бабушка живет с плохими людьми Они могут причинить тебе зло Дети Почему вы так говорите? Откуда вы можете это знать? То, что мы тебе сказали, оказалось правдой? Да Это правда, но Ты должна нам верить Раз мы говорим, что это плохие люди Значит, мы так чувствуем Алисия, вы должны прислушаться к ним Я тоже чувствую, что должна поехать с вами Я вам говорила Доня Перфекта, я не могу оставить детей с Самодором Он не знает, как с ними обращаться Ничего с нами не случится Мы у себя дома А ты уедешь Ты не можешь поехать без бабушки Пожалуйста Алисия, послушайте их Я поеду с вами Не возражайте Значит, ты все-таки едешь с Алисией Да Она согласилась, хотя сначала и возражала К счастью, она поняла, что не должна ехать одна Бедная Алисия так нервничает Ты меня удивляешь, мама В последнее время в тебе проснулась такая любовь к Алисии Я обязана защищать ее Она мне как дочь Это меньшее, что я могу сделать Надеюсь, ты не будешь возражать, Амадор Нет, нет, нет Ни в коем случае Все правильно Она должна понять Что может рассчитывать на тебя в самые трудные моменты Если бы не ответственность за фабрику Я бы без колебания поехал с ней Но я не могу И очень справедливо, что вместо меня поедешь ты Я тебе благодарен за то, что ты так беспокоишься о моей жене Тереса, надеюсь, вы хорошо запомнили все мои приказания Пусть в доме все идет своим чередом Дети должны хорошо питаться и вовремя ложиться спать В случае чего вы должны немедленно мне позвонить по телефону, который я вам оставила Мама, не стоит давать столько указаний Я позабочусь о том, чтобы все шло хорошо Кроме того, вы уезжаете не навечно, а всего на пару дней Ничего страшного не произойдет Амадор Обещай, что будешь хорошо себя вести с детьми Не будешь с ними ссориться Будешь их уважать Я им отец, они враг И люблю их так же, как и ты Так что прибереги свои предупреждения, Алисия Мне очень жаль, но я не могу не сделать этого Никто не сможет позаботиться о них лучше, чем я Так что не беспокойся Будь осторожна со своими родственниками В каком бы состоянии ни была твоя мама, я ей не доверяю Детки Обещайте, что будете хорошо себя вести Не сделайте ничего, что выведет его из себя Спокойно, мама Мы уже взрослые и умеем вести себя лучше, чем ты думаешь Пусть поможет тебе Бог Мы будем каждый день молиться за тебя, мамочка Пока, бабушка Храни вас Бог Будьте умниками Ладно, дети Идите в дом И смените выражение лиц Вы остались не одни, а со мной Посмотрим, как мы поладим Сейчас, когда нет вашей мамы и бабушки Надеюсь, у нас все будет хорошо Да, посмотрим, что у нас получится Сейчас у меня развязаны руки Я не могу винить ее в том, что она не стала для меня ласковой и доброй мамой Возможно, она была бы такой Но на ее долю выпали тяжелые испытания Она так и не получила того, за что боролась Я уверена, она была бы другой, если бы был жив папа Но, к несчастью, он умер Оставил нас одних Мама не была к этому готова Ей приходилось браться за любую работу Пока она не встретила своего нынешнего мужа Она вышла за него замуж, потому что ей нужна была его финансовая поддержка А каким он оказался? Если честно, не самым лучшим мужем на свете И не оказал ей никакой поддержки Скорее принес новые проблемы, начиная со своих детей Но больше всех пострадала я Жизнь изменилась с тех пор, как они стали жить с нами Отчим и его дети Обижали меня Обращались со мной, как со служанкой И даже пытались изнасиловать меня Алисия, ради Бога И ваша мама ничего не сделала, чтобы помешать? Практически ничего И не потому, что не хотела А потому, что ей не хватало мужества Мама подчинилась Рамону и его детям Как будто это было так естественно Как будто такова была ее судьба Она никогда не жаловалась, но я не последовала ее примеру Я сопротивлялась, у нас были постоянные стычки Жизнь стала невыносимой И тогда вы познакомились с Амадором? Да Появление Амадора я восприняла как свое спасение Я просто вцепилась в него, чтобы уйти из дома Который стал для меня адом А как они восприняли ваш брак с моим сыном? Они этого не простили Потому что потеряли служанку Отчим и его дети запретили мне появляться в этом доме С тех пор я их больше не видела Маму видела год назад Однако мой визит ее не обрадовал Оно выпроводило меня И с этими людьми мы встретимся, Алисия Хорошо, что я поехала с вами Вы не можете появиться там одна Вам понадобится моя поддержка И я вам помогу Доня Перфекта Сейчас все по-другому Я уже не та наивная девочка, которую они знали Скорее всего, они тоже изменились Никогда не знаешь, чего ждать от таких людей Я рада, что я с вами, Алисия И не переживайте С детьми все будет в порядке Все будет хорошо Не стоит так переживать Мама и бабушка уехали ненадолго Мы это знаем и не переживаем Мы спокойны Мама должна выполнить свой долг В конце концов, эта сеньора, наша бабушка Эта бабушка совсем не похожа на мою маму У нее нет того, что есть у моей матери Интеллигентности, культуры И особенно самоотверженности по отношению к своим детям Вы должны знать, что из себя представляет ваша бабушка по матери Эта женщина бедна У нее нет денег, нет здоровья Нет сочувствия Какой бы она ни была, она наша бабушка И ты должен уважать ее Дона Мадор Звонит ваш брат Диего Куда это вы? Поговорить с дядей Диего А кто сказал, что он звонит вам? Сядьте, закончите ужин А когда закончите, идите в свою комнату Повторите уроки Вы увидите, как я буду о вас заботиться Я это обещал, а я сдержу свое слово Пожалуй, это лучшая возможность доказать, что я вам не незнакомец Да, папочка Вы сказали Диего, что мама и Алисия не дома? Просто сказала, что они уехали А вы сами скажете, куда и зачем Диего? Привет, братишка Не представляешь, как я рад тебя слышать Прости, что беспокоен, но мне нужно знать, как вы там Особенно, как близнецы Иллюмината сказала, что у нее были проблемы с ними Я хочу знать, что именно произошло Кстати, где мама и Алисия? Их нет дома Они ушли недавно Их пригласили на праздник в клуб Я тоже приглашен, так что чуть позже присоединюсь к ним Поскольку в последнее время все спокойно Мы решили развлечься Ты же знаешь, жизнь это не только обязанности работы Ее нужно чем-то украшать Да, братишка? Послушай, если ты хочешь поговорить о моих сыновьях, говори Нет, 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 нет Не придавай этому значения И не переживай Ты же знаешь, дети есть дети Не стоит обращать на них внимание Да, верно У них была небольшая неприятность Иллюминаты Ты знаешь, они избалмошные А вообще у нас все прекрасно Не переживай Да, мы не можем пожаловаться Это мне нужно было услышать, Амадор Я очень рад Я думал, что у Иллюминаты была серьезная ссора с близнецами Это все, что я хотел выяснить Никаких проблем, братишка У нас все прекрасно Мы будем тебе благодарны Если ты не будешь обсуждать вопросы, касающиеся твоей свадьбы с Иллюминатой Как ты понимаешь, мы очень заняты, и нам не до этого Особенно Алисе и маме, которых мало интересует Твой брак У них масса общественных обязанностей Ладно, я с тобой прощаюсь Меня ждут в клубе Было приятно поговорить с тобой, дорогой Если мой брат снова позвонит Не говорите, что мамы и Алисе уехали Я не хочу его горчать У него достаточно проблем в связи со свадьбой Не будем добавлять ему других Он вам ничего не сказал? Нет, ничего было сильно Сказал только, что у них все прекрасно, все спокойно И заодно дал понять, что мне не стоит звонить, потому что они очень заняты И ничего не хотят знать обо мне Иногда Мадор просто невыносим Не обращайте внимания, вы же знаете, какой он Нет, я не огорчился, Бласина наоборот Я рад, что с близнецами все в порядке И в их доме царит покой Раз они ничего не хотят знать ни обо мне, ни о моей свадьбе с иллюминатой Прекрасно Я их порадую Тем, что не буду больше никому докучать Я так рад, что бабушка поехала с мамой Но мне не спокойно А тебе не страшно, что мы остались с папой? А что он нам может сделать? Что он монстр и ест детей? Единственное, что нам нужно делать, это не провоцировать его и не злить Как там наша мама? Бедняжка была такая грустная Такая испуганная Верно Кому понравится такая новость? Ты считаешь, что другая бабушка умрет? Не знаю Но мы можем это выяснить Нет, нет, Филиппо, я устал Я тоже устал Но наш долг все выяснить Вчера нам это удалось Удастся и сегодня Пойдем на чердак Никто не заметит Вот ваш заказ, дорогие сеньоры Сок для Дони Афелии И кофеек для учительницы Юдит Кстати, учительница Как ваша помолвка с доктором Орбина? Вы так увлечены этим гименеем Что за дерзость? Как вы смеете так говорить в присутствии такого достойного человека, как Юдит? Это не дерзость Так говорит Дон Хустелита Вместо слова «брак» он говорит «гименей» А он знает, что говорит Не пытайтесь что-то выяснить Лучше займитесь клиентами Я это и делаю Юдит, значит, сегодня вы снова не увидитесь со стариком Орбиной? Нет, Афелия Лаурентина обещала позвонить, но я знаю, что он этого не сделает Он меня совсем забросил из-за иллюминаты Меня это так огорчает Все дело в том, что вы глупая, Юдит Вам столько лет, а вы ведете себя как влюбленная 15-летняя девчонка Наслаждайтесь свободой И не огорчайтесь, что не видите этого старика Еще надоест смотреть на него Каждый вечер после того, как вы поженитесь Вы не представляете, как надоедают мужья Я натерпелась от отца Клариты За то время, пока была с ним Он надоел мне А вы не думали о новом браке? А разве я была замужем? Просто жила с ним и все Больше этого не повторится Упаси меня, Боже, от этих занудных трутней Больше пространства в постели и не так жарко Дело в том, что я все больше влюбляюсь в Лаурентино Он, конечно, не сказочный принц Но я люблю его таким, какой он есть, бедняжка А как он объяснил, что не может увидеться с вами? Сказал, что ему нужно нанести важный визит Доне Перфекте Не знаю, какие у него там дела Нет, нет, никаких проблем, Лаурентино Ничего, что вы пришли мне навестить Пусть даже с намерением разнюхать то, что происходит Да, нам бы хотелось узнать Но не думайте, что это нездоровое любопытство Это всего лишь обеспокоенность Нас удивил неожиданный отъезд Алиси и Доне Перфекте Алиси и маме пришлось уехать в столицу, потому что мать Алиси при смерти Значит, у Алиси есть мать? Конечно Или вы считаете, что ее нашли в капусте? Мы ничего не знаем об Алиси Я думала, что ее родные умерли Мать жива Но не думаю, что она долго протянет Раз позвала ее, значит, все серьезно А может, дело совсем в другом Она знает о материальном положении Алиси и попытается извлечь из этого выгоду Я думал об этом Но если это так, пусть не надеется Я не допущу, чтобы в этом доме появилась эта сеньора Или кто-то из ее родственников Я не желаю их знать Простите, Амадоро Могу я воспользоваться телефоном? Я обещал позвонить Юдите Сами понимаете, я жених? Конечно, можете, Лорентину Иллюмината Сделай одолжение Не говори Диего, что мама и Алисия уехали А почему он не должен об этом знать? Просто у меня появился шанс Самому заняться воспитанием детей А если мой братик узнает То без колебаний приедет сюда А мне это ни к чему Раз дело в этом, не беспокойся Я не только ничего не скажу, но и сделаю даже невозможное Чтобы Диего здесь не появился Это очень хорошо, что вы наконец-то займетесь детьми Потому что они очень строптивые, мальчишки Я могу рассчитывать на вашу помощь? Конечно Я убеждена, что в их поведении есть что-то ненормальное И ваш долг все выяснить, Амадор Не упускайте шанс, который у вас появился И вы об этом не пожалеете Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok